Здравствуйте! Снова Ох Железово. Пока в компьютере. Тема записки зачарованного сибирского садовода. Эти записки были изданы отдельной книгой, вы уже знаете. А вторая книга пока аудио. Сейчас мы будем делать третью главу. Я вам показываю, как выглядит глава номер два. Вот так она выглядит. Ну, будем делать новую. Поехали. Значит так. Так. У нас автором будущей и редактором будущей книги этой записки будут те, которые вы уже знаете. Вот Семенченко. Артём, 20-летний парень. Но я не хочу лишний раз повторяться. Сейчас мы ещё раз. А давайте ещё раз на неё глянем. Почему нет? Вот он, Семенченко. Первая глава сделана. Вторая глава сделана. Вот. Теперь будет третья. Проскакиваем то, что было сделано. А вот. Вот эта первая бумажная книга. Напоминаю. Осталось десяток этих бумажных. Вот. Теперь. Итак. В основе книги моя переписка с Артёмом Семенченко, жителем Харькова. Валерий Костеевич. Аудио. Разговор. Мне ещё пришли мысли. Как думаете, стоит ли добавить истории происхождения Пятчика Хасанского в статью? То, какие, где вы веточку получили, какую работу дальше проводили. Я считаю, что стоит, но можно ограничиться было бы вот этим. Смотрите. Я провёл особую работу, и благодаря мне клон этого Пятчика Хасанского пошёл по России, по Украине и ещё и ширше. Вот. Но сейчас вы поймёте, что оппоненты, они люди суровые. Сейчас придётся докапываться. Они докапываются. Мне придётся опровергать или доказывать, что я не верблют. А уже потом Семенченко историю происхождения Пятчика и ложат так, как посчитает нужным. Евгений Гросс Крейс. Лёха, это, видимо, его собеседник. Железов здесь совершенно ни при чём. Персик Корейский, природная разновидность дикого сладкоплодного персика. Орел в Северной Корее. Естественным образом распространился по сопкам в Хасанском районе Приморского края. Был одомашним. Получил распространение по всему Приморскому краю. Но тут сразу комментарий. Был бы он распространён, а сейчас как калечили деревья, так и калечат. И можно любое дерево. Яблонь, груши, персики, абрикосы. Всё, они не сыграли со своими руками. Никакого распространения по Приморскому краю есть, но никакого распространения нет. Видовые, односледованные признаки сладкие плоды. Правильно. Вот, не трясаю, что мы оттуда до 50 грамм. Правильно, но это, есть у него свойства увеличиваться. Потому что, я сразу скажу, почему на Дальнем Востоке, и у большинства моих учеников, кому я передал эти, на испытания, на вращивание, на еду, почему у некоторых 70 грамм, 8, 90, 100, а как у Шаламая, в теплице, на сухой линии, так вообще 200. Вот, это у них заложено, на этот отдельный разгар, заложено в геноме. Двойная корневая система, она насчёт двойной этой сказки, или мы о разных говорим, выдерживает температуру до минус 38, правильно, бессмертными зимами, правильно, это всё как про меня. Считается самым зимостайким, тоже верно. Сейчас, дело так, значит, если бы был распространение по Приморскому краю, он не самый морозостойкий, то есть морозный этот край, рядом не замерзающий океан, вот, там, он был бы в каждом саду, но даже там персики укрывают. Вот, минус 38, видите, какой-то, как бы сказать-то, какое-то двойственное понимание, и холодно, а укрывают. Значит, идём дальше. Сейчас поймёте в Жерезово. Вот это мой край. Это, в данном случае, это деревня Сезная. Здесь так получается как-то хитро. Снимок вот такой получился. Сотни круглых домов, и сотни садов. Ну, вот, красивый снимок. Ну, как-то всё скрыто оказалось. Ну, тайга одна, на то и тайга. Вот. Значит, смотрите. Итак, это уже мой клон. Почему клон, сейчас поймёте. Это моё в саду, моя племянница Дарья. Ни она, ни я не были. В Крыму, в Сочи, всё это снималось. Вот, это, в самом, в СИЗО и фактически. То есть, СИЗО, это три деревни. Ну, как бы, селились в одну. СИЗО, Никитина, Красный хутор. Отсюда, до километра восемь, до моей деревни, влево. В такой же тайге. Вот. Так вот, там была это сделано, неукрытая форма. Это прививка. Я очень важно, вы же будете это всё излагать уже когда-то на бумаге. Это, я постараюсь побольше деталей. Прививка на лажорском абрикосе. Вторая, вторая. Ну, согласитесь, что он неукрывной и неутеплённый. Это вторая, значит, прививка на этом самом, на сливе. И ещё одна прививка на сливе. Видите, высота вот же. Это вы видите крышу у сарая, значит, ни о каком утеплении речи быть не может. Вот. А начиналось так. Начиналось так. Это фотография старой, когда ещё не было фотоаппарата. Зима 2000-2001 года. А это у меня первый этот результат. Они оказались... О, сейчас, сейчас по порядку. Просто посмотрели, мы первые урожаи. Мелкие-мелкие. И недозревшие ушли в нему. Ну вот. Вы не смотрите вот на эту дату, 13 апреля. Это я сфотографировал, перефотографировал с этих, со старых бумажных фотографий. Поняли? Поэтому это дата специально для работы. Вот. Ещё. Видите? И лучший результат я получил, когда закрыл североцараем. Вот видите? Закрыл сараем. Старый снимок. Это всё не смотрите на этих даже. Вот. Так. И вот он, наконец, у меня дал первый урожай. Ну, потом, в следующем году был вот такой урожай. Вот. И потом это случилось страшная вещь. Это было когда я когда я ну, довольно быстро получил урожай. 2005-2006 год была страшная зима 40 градусов. я вынужден был с них все веточки срезать, которые могли плодоносить. ой, это используют. Продать. Вот. И продал. Года позже. То есть, наверное, налезал и продал. И у меня деревья все эти выпало. Опять все они погибли. Вот. Включено. Изовеченные деревья и 40-го мороза. То есть, я переступил черту. Достал с погреба черенки и начал второй этап. Теперь, с чем это? Почему такого железа? Почему это? Вот я не согласен вот с этим. Это я к Артему обращаюсь. Я не согласен вот с этим. Видите как? Железов не при чем. Железов не при чем. Это не я, это сама природа. Это сама природа. Как? Я же не Господь Бог. Понимаете? А это сама природа. Но железа при том, что он умудрился, когда в 2001 году весной пришла весна и он оказался мертв, этот единственный персик, который я обнаружил в поселке Сезая. Рассказываю сейчас подробнее, почему это очень важно. Вот. Сейчас рассказываю подробнее. Итак, поселок Сезая. годом раньше меня это можно это подробно говорить, это записки может, две, три книги сколько угодно. Любовь Ярыгина, сестра родная того самого знаменитого борца, красного олимпийского чемпиона, наша национальная гордость Ярыгина Ивана. Вот. Уже в том момент покойного значит сделала новой современной школе в поселке Сезая музей и в музее там была небольшая актовый зал. И она позвонила мне и сказала Валерий Костенович и мы организуем этот самый клуб садоводов поучаствуйте поучаствуйте Я поучаствовал я приезжал зимой страшного мороза как угодно добирался вот вот все такое было вот 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 это я с этого с плотины Сашегас ой нет маленькой Гасманской снимал это тихий ужас набирался когда пешком вот когда на пароме в общем пока еще стройка была одна это Майская Гасмана в общем досталось мне но я не мог отказать сестре нашего героя национального и в чужим участвовал лекции и мне подарила судьба и всем нам вот такое чудо когда вдруг во время очередной лекции а персики будут а персики не будут а у меня попытки были неудачные вдруг кто-то говорит а вот там выше под самой горой почти в горах живет женщина пенсионерка бывшая учительница у нее есть персик растет узнал адрес зашел к ней поговорили вот ну я не с пустыми руками я с вами снаю привезу саженцы на обмен мне нужно черенки вот это еще зимой было когда пришла весна я сону соперщик был полностью мертв просто мертв и все и так все таки хоть сколько-то снегу было у нас малоснежный регион где-то под снегом вот отсиделась вот такая ветка ну что для нее и тогда я попросил ее срезал и от нее пошла то что сейчас есть сотнях если не тысячах садов урожай ой надо было здесь ну тема отдельная была вот урожая умезленного там пятилетнее дерево там не видно из-за плодов мощное большое и заплодов самого дерева не видно это же Башкирия это же Подмосковье вот это у моего друга Чернобаева то есть я в Касарском крае сада у него напротив Хакасии вот такие результаты а потом пошло поехало по России я уже показывал где специально две папки нажимаешь а там персик там 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 причем практически все не укрытые в средней полосе России вообще никому голову не приходило укрывать результаты фантастические искусственные фантастические привитые фантастические и кто саженцы брал фантастические без разбора и практически неразличимы вот и получилось что Железов ни при чем но только благодаря Железов это все распространилось по России а потом называлось пять фамилий как оно попало пятый оказался причем всю цепочку проследили от меня это самое туда туда это есть отдельный фильм история Хасанского персика это отдельный фильм вот и наконец триумф на Украине мой друг Салий ну так из-за этого и подружились из-за персика Валерий Александрович вот в Сумской области вырастило столько они прошли испытания морозами 27 эти погибли канадские не дали урожай украинские там польские и прочее а единственный кто дал урожай это был Хасанский конечно казалось бы не совсем моя заслуга или совсем не моя но все-таки я хочу сказать следующее друзья все-таки я хочу сказать следующее дело в том что прививки на морозоке подвое дают результат у меня был 2005-2006 год свидетель значит завлаб и кандидат наук Турсон Полон Доскабилов авторитет еще сибирский садовод он почти 30 лет курировал мой сад не вмешивался не советовал только курировал смотрел и вот я ему показывал ну пусть единичное отношение на совершенно живых персиках привитых на китайской сливе не эта фотография у меня есть другие фотографии вот после 40-го зимы можете проверить по справочкам они никуда их не скрывают 2005-2006 год вот на мой регион Шушенский район Краснодарского края вот эти ужасные зимы выдержал и мне кажется самые морозыки подвое у нас это гитайские сливы вот и мальчужские абрикосы и мне кажется что уже не кажется я даже считаю что доказал морозыки подвое не просто переходит прямые и привитые деревья не думают замерзать у меня сейчас есть не укрывные не утепленные а они живые правда не каждый подружай дают ну что ж поделать да и калечу их постоянно кушать-то надо и не только мне а и тем всем кому я помогаю и вот получилось так что мне кажется что морозостойкость вот как часть генома именно это качество в персиках увеличилось и закрепилось после нескольких поколений на мальчужских абрикосах и на китайских сливах вот это что я сейчас делал доказывал свою причастность потому что от меня пользы больше чем от всех кто этим занимался до меня то есть пускай там этот хасанский район пускай там якобы это получил распространение черта два так теперь мы должны продолжать значит полеписка с этим юношей для меня 20 лет юноша скоро 21 отдела семечника продолжается итак он пишет Олег Косеевич доброго утра я просмотрел то что вы посоветовали исправить видел фото которые отправили я исправил то что вы посоветовали добавил еще немного в статью добавил один из ваших постулатов внимание все мои постулаты это мировые открытия максимальная площадь листьев аксиома нового садоводства в начале статьи видите молодец вот это выяснил и добавил такие абзацы это уже видимо его с его головой не с моей особое невежество проявляют люди которые учат обрезать нижние скелетные ветки также считая их ненужными вот калече деревца делаем голый штамп высотой 1-2 метра который остается беззащитный против ветров да еще с огромным количеством пробоин в виде ранного кольца видите он меня это как сказать препарирует мои статьи а вот уже пробоин это уже его слово вот такое знаете как бы его назвать такой крылатый в виде ранного кольца сок по такому штамму продвигается вверх с огромным трудом быть еще лишний метод надо преодолеть через дыры в стволе ну не через дыры в стволе а эти дыры в стволе это я он же потом опять поправит эти дыры в стволе а там происходит вокруг и у меня тысячи примеров вокруг происходит омертвление и главное омертвляется сосуды перестает идти сок вот так правильно изуродов саженец называют их правильным кстати вот это дикость в том что люди придумали искусственную штамбу и искусственную крону в целом и каждый раз когда говорят правильно летняя брестка правильная осенняя брестка правильная зимняя они просто подставляют миллионы людей потому что и то и другое третье делать нельзя ни в коем случае природе может прирасти дерево со штамбом и даже с высоким но происходит это по той причине что дерево недостаточно солнечного света когда растет возле забора какого-нибудь большого здания или находится в тени больших деревьев будь то в лесу или в лесу в саду и дерево лишь тянется выше ближе к солнышку молодец Артем основная масса деревьев растет с нижними скелетными ветками которые достаточно часто располагаются очень низко это нормально это здраво для дерева вот такая форма кроны будет иметь меньше шанс получить повреждения свежих конечно раз вот парусность меньше значит реже падает помните ураган на ветра реже падает два сколько теряем тысячи миллионы из-за ураганных метров я добавляю от себя проходит ураган показывает по телевизору хоть раз в месяц тут две-три области там две-три области на днях показали как летали крыши по всей Сибири вдоль это Трансибирской магистрали а вот все дамаги мегаполисы сколько людей погибло сколько машин раздавлено это из-за парусности из-за глупых этих отрезаний нижних скелетных веток так вот дерево оно видите как здраво для дерева здраво в смысле что у него есть инстинкт этот инстинкт заставляет дерево расти так как было определено выявлялась оптимальная форма кроны и возможность ее восстановления подчеркиваю оптимальная и возможность восстановления вот миллионы лет а тут взял прочел идиотскую статью и пошел в зал секатор взял этот и давай теперь в свою очередь сейчас это любой телефон вот так вот и пошел а вот теперь смотрите правильно ой сколько лишних веток а начали мы с чего максимальная площадь листьев это не важно лист это ветка с плодами или без максимальная площадь листьев это будет перейти с законом в этих самых в садах в садовых для садовых растений для плодовых так читаем дальше нельзя создавать искусственный штамп нельзя ни в коем случае резать нижние скелетные ветки эта технология прошла с юга высокие штампы нужны для того так ну будем считать что не закончено и так высокие штампы на юге родились то же самое как и сейчас они как-то из двух не могут выбрать как в ловушку попали обязательно метровый штамп так а потом все-таки стараются вырастить дерево невысоким чтобы с ним было удобно работать вот и вот это на ушко а разделить просто садоводство на дачные где штампы высокие не нужны вот и это самое удобно с ними работать потому что они тогда двигаются на север и не калечатся и не уничтожаются с сибирскими морозами и северными морозами так а промышленные соли ну что там будешь делать чтобы они были низкорослые делают им делают их приводят на микроклоны мини-клоны на это самое искусственные корни которые вырастают из палки вот это есть ну а потом все это связано со шпалерами с железобетонными столбами вот хорошо там все механизировано поэтому даже вот эта дорогостоящая технология и короткий срок жизни их вот этих привитых наклоны те же яблони и прочее они все равно оправдывают себя а у нас нет тут стоит только пропустить один рожай и любое фермерское хозяйство я все говорю о промышленном саде банкрот и все все время забывают что мы живем на севере нам нужны нормальные подвои то есть Сенцево так ну в общем вот это была переписка и наконец появляется статья за номером 3 осенней работы в саду вот наверное мы сейчас будем считать что это было у нас это было у нас глава номер 3 и достаточно я наговорил а смотрите мы будем прорабатывать статью номер 3 он же тоже ему нужен мой совет где-то поправить не только там запятые видите как тут вот что-то уточнить где-то добавить эти же самые фотографии видите вот эти фотографии я добавил что-то из них что-то из них он использует уже для будущей книги вот видите вот мои первые попытки ой как бы не просто было приходит зима а они еще не спел и мелкие мелкие это потом уже пошло вот нашел место засараем раз два засараем видите еще там еще там еще там еще там опять то есть я ну как я это делаю сознательно засараем вот он засараем 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 а это тоже кстати засараем вот все друзья будем считать что это была глава за номером 3 аудиокниги номер 2 под названием записки зачарованного сибирского садовода appa академия анательно INA а а а а а